Всем привет! Мазфака! Посмотрим, посмотрим, работает ли чат! Работает ли чат! Интересно, работает ли чат! Привет! Лайк! Спасибо! Это то, что мне надо! Это то, что мне нужно было, конечно же! Лайк! Здарова, жаба! Будем играть в This is great! Дальше! Если что, если кто не понял... Если кто не додумался, конечно же! Привет, Den37! Давно не виделись! Сейчас раскидаю людям... Все, наверное... Нормальный хуй! В общем... Вот! Вот! Да! Я буду сейчас играть... Я играю в Assassin's Creed! Я играю в Assassin's Creed! Конец! Вот так вот! Сейчас только Twitch... DJ найду! Потому что в прошлый раз... Что-то как-то вообще не получилось... Ай, блин! Врезался я в этот... Врезался я в... Сука! Ты, бля... Забыл... Что хотел сказать... Забейте! Привет, Володя Швец! Привет, Володя Швец! Володи Швец! Володи Швец, так сказать... Володи или Швец! Привет! Ну что, погнали нахуй! Я, кстати, заболел... Это прескорбный ДН-37! Я тебе соболезную! Потому что болеть... Это полная срань! Знаю как человек, который довольно часто болеет! В последнее время, по крайней мере, часто болеет! Это я! Это я! Это я! Выздоравливай ДН-37! Согласен! Ох, как я надеюсь на то, что игра больше не будет вылетать! Видимо, моего ПК недостаточно для того, чтобы играть в такие удивительные игры, как... Assassin's Creed 1! Чёрт! Ну, я очень надеюсь на то, что я быстро закончу эту часть! Потому что она неимоверно унылая! То есть, как бы... Даже не знаю... Это, буквально, это игра для разговоров! То есть, ты её запускаешь и ты можешь говорить, типа, вот... Одиссея не скатилась и так далее! То есть, и так до бесконечности, в принципе, можно говорить! Я, к слову, заметил, что, вот, насчёт, извините, Саника... Ща скажу... Он, короче, головой поехал с восемнадцатого года, походу! Потому что я посмотрел его видосы с семнадцатого, у него там тембр голоса спокойный! Он говорит всё по-доброму! Но, начиная с восемнадцатого, ты его слушаешь, у него как будто зубы, блять, скрипят от злости! И вот, он со временем, короче, походу, с ума сошёл! И у него шиза открылась! Он там прям вообще пиздец ебень несёт! Вот так вот! Жалко этого мужчину! Интересно, что за болезнь такая! А, вот, смотри, Володь Швец, я тоже так-так-то редко болею! Но тут такой прокол произошёл, я что-то резко болеть начал! Вот! Что-то вот резко-резко началась болезнь! И я болел несколько раз подряд! твич-диджей, к сожалению, не запускаются! Какая-то проблема! Всё запустился! Песенка какая-то! Песенка-музыка! Кто не понял? Чё ты смотришь? Куда? Ой, дурак! Ой, дурак! Да ёб твою мать! Очень странный тип! Да, странный! Надеюсь, она не будет крашиться, потому что, ну иначе нам придётся перезапускать постоянно игру! А это сумасшествие просто какое-то! Чё тут у нас? Ловушки какие-то! Жокеров, я так понимаю! Что он делает? Архиписты! Дурилы! Так, ладно! Что у нас по картам? Что у нас по картам? Задание информатора! Информатор ты где? Ну да, наверное, наверное, так и работает у детей с плохим иммунитетом! Да! Он где-то тут! Выперживаясь! Это не информатор! Это глашатый! Ё-моё! Вот бы ещё вспомнить, где всё это находится! Согласны? Ты видишь раньше такое? Мне не доводилось! Не, не доводилось! Ох, сука! Локализации! Ладно, посмотрим, чё тут ещё есть! Надеюсь, сохранилось вот это вот... Кто-то гонится за ним? Пожалуйста! Осторожнее! Вот это вот сранее надеюсь, сохранилось предыдущее, я имею в виду игра, потому что мне не хотелось бы заново что-то делать. А, вот он спрятался! Ну, ты даёшь, конечно! Информатор! Оп! Привет! Мир и покой тебе, Альтаю! Полагаю, ты ищешь информацию о Тамире? Боюсь, мне нечем тебе помочь! Но Бахир может что-то знать! Он должен быть где-то поблизости! Охуенно! Спасибо за таймер в 2007 году! К слову, Бахира-то у нас куда вообще идти-то надо? А, вот сюда, я понял! Май, нужно бежать за Бахиром! А то Бахир ведь убежит! Я так полагаю! Ай! Бахир-то ведь он бегает постоянно, я так понимаю! Ха-ха-ха! Ты идёшь к Бахиру, Бахир, Бахир, он такой ай-яй-яй! И убежал нахуй! И ты вот носись за ним теперь! Вот что это такое, ну? Ну, в самом деле, ну ё-моё! Я ненавидел эти задания, никогда не любил! Это, это какая-то жуть, посмотрите на это! Бахир, ёб твою мать, чтоб тебе пусто было! Проклятый ты, Бахир! А ну, всё, закончилось! Они послали тебя? Неинтересный выбор! Хотя не мне судить! Привет, Спаркли! Фиг просил меня понаблюдать за базаром, который Тамир зовёт своим домом! И вот, что я обнаружил! У юго-восточных ворот собираются некие люди, которые не очень-то ладят со стражей! Попробуй заслужить их доверие, и наверняка они смогут тебе помочь! Ребят, я понял, это мега смешно! Оборжаться, ставить музыку для твича, но я не транслирую на твиче, окей? Вы немного опоздали! Так, давайте, бюро ассасинов нахер! Как много точек обзора! Посмотрите на это! Это же кошмар! Наблюдатели! Так, насчёт рынка! Рынок, 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 рынок! Рынок, он где-то тут был! Я рынок вот буквально вот недавно... О, это волуби, да? Нет, это флаг! Как раз повторяюсь, у меня экран чёрный, я ничего не вижу! Так, вот такие дела, да? Мне сказали идти на рынок! Вот в чём проблема? Снова такие, вот это вот... Сука, не на дерево залезть никуда! Как же мне плохо без нынешних фич ассасинов! То есть прям вообще невозможно! Из зоны комфорта вытащили! Нет, не про эту! Так, рынок, 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 он... Я, блин, не вижу его отсюда, походу! Сейчас найду! Рынок представляет из себя, я так помню, тоннели! Я сейчас их обнаружу! Мне нужно, пожалуйста, на более высокую точку встать и я их найду! Вон! Он ведь? Да, он, определённо он! Задумал недоброе! Увидишь тебя друг от друга! Раз, сука! Ой, блядь! Ой, блядь! Ох, слава богу! Я думаю, у меня конец! Ох, как же они надоели орать! Кошмар! Спасибо! Я найду способ... Это на выпись на береге сердечки! Чего? Ты шутишь? Где ты? Я знаю! Ты где-то здесь! Так, где-то здесь был... Вот зачем я отвлёкся на эти... Вот это моя проблема! Я также в Одисе играю, бегу, опа, вопросик, надо зачистить, ё-моё! И поэтому, наверное, у меня не было проблем никаких с игрой. Потому что люди постоянно говорят, у меня там прокачку мало идёт, ещё что-то. Дорогие мои друзья! За доп-квесты вам дают столько опыта, что обосраться можно. Так, меня так не понял... Секундочку... Только не понял... Где-то здесь... Ничего... Точка... Помогите! Я тебя где-то виноват! Почему ты так сделаешь? Наблюдатель... Чем я тебя обидела? Так, ладно... Вера умрёшь! Сейчас ты умрешь! Давай! Попей! 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 Кулаками его, как бошёл... Так... Здорово, Роман! Смотрите, парень лежит какой Отдыхает Так, ладно Это все замечательно Вот, сука, и вот начинаются проблемы первой части Куда мне идти? Зачем мне идти? Да, мне один раз сказали Кто-то есть в районе рынка Окей, я пришел в эту область К сожалению, я ничего не могу обнаружить То есть, как бы Вот эти вот обосорные проблемы В старых частей они меня вымораживали И вымораживать будут Я прям даже не знаю, что мне тут и делать Я не намерен забираться на все эти вонючие вышки Потому что иначе я с ума сойду Хотя, скорее всего, на это игра и намекает Прыгай на вышку, иначе Пососешь Да, черт подери, а Какой еда Умоляю Я тебя понадоблю сейчас О, поделись О, поделись Да ёптую налево Да дайте вы мне больно что да что такое там боже мой ладно так мне нужно понять что мне делать сука спасти горожанина не надо ученые говне моченые так вернуться к начальнику бюро нужно хорошо абсолютно плевать возвращаясь к начальнику бюро так в этом суть первой части в чем в том что она не доделана совершенно в чем ее суть это такое же обоснование как у вот этого я не знаю залезть на вышку да да ну да по сути так-то реально это обоснование на уровне я не знаю типа ну что а мне нравится так и должно быть принесать хочу вот бы я сделал что ты ж на альтеира посадим потому что но это персонаж персонаж за он зарабатывает на продаже оружия и доспехов в его деле много людей кузнецы торговцы финансисты он здесь главный торговец мятить мак блин надоел говорить ты нашел способ избавить нас от этой чумы у него назначена встреча на его рынке обсуждение важной сделки говорят что сам смешные выражаете он будет занят своей работой тогда я и нападу на него твой план кажется надежным я отпускаю тебя спасибо все можно выйти выйти можно я к тебе подойду заберу перо и тогда явление альма алима нержи отдохнуть перед заданием теперь я выйду верно я выйду верно окей я тебя понял я подожду еще десять блять минут чтобы вы растянули мне гейплей умничка поспал еще молодец так теперь мне нужно убить тамира 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 нас к тем то мир нас и хочу хочу напомнить господа вы можете записать мне свой голос чтобы я поставил их на предсказание предсказание никто не заказывает это печаль но вы все-таки можете а еще я тупо поставила залочил на деньги вашего ваш голос так что вы можете мне голосовых отправлять как у максосом так же если кто хочет покричать попердеть и в микрофон прямом эфире китайте я вас понял я хочу пройти ее я хочу вспомнить в чем ее проблемы я вижу в чем ее проблемы конечно я хочу воспоминания освещать во-первых а во как-то знаете причаститься вот тут неприятный момент расчеты цифры ничего не изменят твои люди не выполнили заказ из-за тебя я подвел клиента нам нужно время так говорят лентяй или неумелые из таких нет как ты собираешься разрешить это затруднение оружием не нужно немедленно я не знаю люди работают день и ночь но ваш клиент требует слишком много и вести все очень сложный маршрут лучше бы ты оружие ковал так же быстро как куешь свои оправдания я сделал что мог этого мало значит вы просите много много я дал тебе все из меня ты бы все еще был жалким заклинателем змей все что я прошу во время выполнять заказы а ты говоришь что я прошу многого ну нашел и чё не надо ай 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 а дедушка вообще меня этот момент прям вообще в детстве очень сильно напугал потому что здесь типа нет моделек скажем так таких кровавых элементов но они спецом эту модельку так проработали что мне неприятно 11 рублей там можно волосы или ты имеешь ввиду голос на предсказание если так то вконтакте чем говорить что чего то не можете а теперь заработал пожалуйста господин подайте не понимаете да су че ты гад такой да уж опозориться с такой системой боя то обоссаны ну я даю конечно дурачок я как можно было здесь обосраться ну как хорошо что играл воспринимает мои бабы я да ты шутишь что ли помню в детстве с этим с этим тоже ебался ну ладно ай вот это вообще дебильная какая-то сцена я сплатишь ты и друг мой тебе больше не заработать на чужой почему то есть этот мультик меняется дебильный и сделал странный выбор не кажется почему меня когда многие делают тоже значит ты считаешь себя особенным это так потому что моя цель выше чем ну собственно говоря вот эти вот мультики наверное и доказывает вам что они бы сможет воспроизводить то чего как бы не должно было быть потому что я так понимаю изначальный диалог должен был вот так выглядеть то есть скорее всего этот диалог был до битвы или что-то в этом роде как бы но анимус обосранный он показывает вам блять то как он с трупом разговаривает ну типа это к слову о том может ли анимус что-то реализовывать что-то показывать да может симулировать конечно хорошо молодость пока удача да реально мультики делать не умеют а школьники теперь это эталон считают плохо мультик сделал значит и крутой согласны 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 конечно же как не согласится где подходите посмотрите на мои товары присосался так где же это сратая хрень орла случайно еще другую сторону идти надо да уж вообще честно говоря мне казалось что в оригинальной игре не настолько у него белоснежное деяние оно оказывается у него прям чистое чистое я просто помню когда в револейшн давно играл я такой типа блин слишком белая одежда она оказывается ну как бы реально белая прям максимально белая идеально чистая я бы даже сказал какая-то хотя бы идея ассасины ну чё они в помойке какой-то живут и листком подтираются о чем речь общего очень много машин дорогих действительно лучшее предсказание машин много было и денег тебе пожелала предсказания собственно говоря скорее всего в ближайшее время у тебя все будет замечательно хорошее предсказание попалась действительно с первого раза поздравляю такое редкое для меня дошли известия твои победе альтаир прими мою благодарность спасибо жаль что остальные до сих нет показал первого слова вдавался спасибо мне все равно что думают обо мне другие здорово ванночка как скажешь альтаир тебе нужно рассказать все альму алиму я уверен что у него есть для тебя новая работа перемотка на более поздний я так рад нет не рад блять я думал они сразу меня телепортируют к этому альму алиму обосранному но нет это к слову то почему я или перенесут пожалуйста умоляю я вот просто не могу я не хочу идти обратно в дом перелет перетащили вылезайте мистер майлз ты чё ебанутый мисс тилман настаивает что вам нужен отдых да мисс тилман спасибо а юбка-то прозрачная смотрите юбисоут маз пока полигонов на юбку не хватило ё-моё посмотрите на это блин да уж полигончиков не завезли кто засунул шило ему в задницу у нас руки неделя уже шесть дней сроки мне нельзя говорить встаньте на мое место меня удерживает в заперти группа ученых и заставляет целыми днями лежать в какой-то машине вы не говорите что вы ищете и для чего а я благодарен за то что вы сохраняете мне жизнь ребята это полное дерьмо иначе не назовешь и что вы от меня хотите подумаем не знаю может ответов на вопросы не могу и так лучше безопаснее для кого для нас обоих конечно знаю кто такая спивак все долго мне еще тут попытаюсь войти ничего же не сделаем у нас дизайн ой стоп там сначала нужно 30 сентября да отлично положила мне на стол поменьше думаю о моих делах и побольше о том чтобы анимус работал спасибо я снова нашла твой ключ доступа на стенке тебе стоит взять за справа носить его в кармане и оставлять болтаться снаружи следи за своими вещами уоррен представь что бы случилось если бы ключ нашла охрана нас по отстранили от работы минимум на день пока не меняли по компьютеру коды доступа напоминаем всем сотрудникам обстерга индустрии что им запрещено обсуждать корпоративную политику ко 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 кудах так так вот ты недавно сказал мне закончить как лейла что это значит лейла кто такая я просто не помню персонажа с именем лейла честно говоря то есть типа я знаю только лейлу из последних двух частей у меня есть вы не думаю что это можете ответить такой почему люди там иногда говорят так будто они из будущего будущего ну то есть настоящего как сейчас а еще вы вероятно удивляетесь почему понимаете языки святой земли да я как раз хотел анимус переводит речь чтобы она звучала более-менее современно она хронизма будет немного я бы могла сделать речь аутентичнее но вы когда-нибудь читали чесара кого да пожалуй это не для вас все сделал анимус обновление анимуса все в анимусе блять у кого-то еще есть претензии к последним ассасином они все анимусом объясняют всегда что здесь делают ну кроме того что держит меня под замком в переводе купил лоханулся капец но чувака другого перевода на рынке нет официального зируется на антидепрессантах компьютере есть кое-какие данные но вы уже сказали что это не испытание лекарства так что же я могу предположить что анимус это тайна что мы что рекламу не видели боже у вас есть чувство юмора вот эти два волоска очень странно выглядит в компьютере мы ведем работу в различных областях особенно интересен раздел телекоммуникаций так давайте я посмотрю мультик еще там исходящее ничего но она конечно странно тут выглядит очень но модельки там вообще меняли но вы все знаете как дезмонд выглядит сейчас ну собственно как модель которая и стала прототипом для дезмонда как он выглядит начиная вот буквально с бразер хода и как он изменяется в третьей части это просто шутки то есть там лучше блять не видеть я думаю все видели так или иначе все спать плевать не буду я больше расспрашивать эту люси я так и знаю что там происходит а я страшно топ топ-топ идемте мистер майлз ладно сука не разувается не раздевается пиндосы все пошли я так поразился во второй части когда мы сбегали на присоединиться типа драться чего вы хотите добиться вы смотрите телевизор читаете газеты никогда таким не интересовался тогда я вам дам краткую сводку мир в дерьме это печальное зрелище сами смотрите смотрите предка прошла ты и капюшон просвечивает щелочка щелочкой это наша цель но и вы можете нам достичь и ладно вот думаете я поверю что вы строите светлое будущее именно эти ну а трос мы нужно найти еще человечество нужно легко найти но не в магазине тоже видите там сделку не входили и прозрачные ручки когда люди поймут как им жить все станет намного лучше лучше буквально рука в воздухе то висок и мы маленьким нет ли ваша цель ассасины мир во всем я говорил что я не ассасин ну да конечно так вот я все еще не понимаю причем здесь я терпение мистер к слову я считаю что вот это не поймете то есть первая вторая части может быть где где что не не на базаре в магазинах типа вконтакте какого-нибудь то есть таких импровизированных или сайты есть тоже импровизированные то есть как неофициальные ростман официально уже не производится нигде так вот вот что меня поражает как бы даже не поражает а вот я как считаю насколько интересно в какой-то степени все-таки следить за историей у меня тоже за историей дезмонда в реале скажем так и насколько же это сука скучно я помню как много нытья было на тему того чтобы упрали а дезмонда вообще в принципе то есть как бы на историю этого додика то есть чтобы вообще не было геймплея в реале и оставили побольше за пассасина поиграть помню постоянно это на чем было постоянно в итоге начиная с четвертой части ну как бы все его нет и началось верни чиня всевременность пак 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 бля хули вы ныли то вам вы определить вам нужно вернуть ее или ее не должно быть в итоге с четвертой части и не было нормальной юнити ее не было в синдикате и не было в роуче и не было в оригинс что-то попытали вот буквально вот это вот вот это вот то что вы на вот сейчас видите то же самое происходит в оригинс и одессе то есть небольшая комнатка на небольшая локация и вы по ней можете бродить информацию изучать так далее то есть по сути людям вернули то что было с первой части что они начали делать правильно вы не слушаете комьюнити вы добавляете мало современности на что им разработчик говорит который ответственный за это я и так выбил порвал жопу он прям написал там порвал жопу не очень профессионально ладно выбил для вас эту современность и и вообще в игре не должно было быть то есть издатели говорили что то есть как бы современность не нужна нам удаляйте игроки недовольны удалить современность он настоял на том чтобы современности ставили хоть в каком-то виде и всякие обоссанники говорят ну да спасибо что ты как бы вот сделал то что сделал но этого мало ты охуел совсем современность вообще юбисопт собирались отменить полностью то есть человек ответственный за современность в игре и обернул хотя бы частично ты сука немного не требуешь что у боев то есть вот так вот вот что я хочу сказать маты по губам нельзя материться биполяр очка именно что биполяр очка я сука ненавижу этих псевдо фанатов assassin's creed это прям ну это мошенники буквально это обманщики вонючки вы кто здорово а я кто короткий клинок позволяет отбиваться от нескольких врагов отлично альтаир уверен у тебя впереди полоса успеха тамир говорил так будто хорошо знает вас он говорил о каком-то большом значении значение имеет не само действие а то как и когда оно присводится и какие последствия порождает что мне еще нужно знать пожалуйста альтаир самую большую ошибку великая но скучная пиздец если я чего то не говорю тебе то лишь за тем чтобы ты не ошибся снова понимаю нет не понимаешь и не поймешь пока не усвоишь урок тем не менее ты справился с заданием я повышаю тебя в звании и возвращаю часть снаряжения а теперь отправляйся в акра или иерусалим в этих городах живут я тебе открою ох ты охуенно а громкость в игре появилась круто круто жаль я не было все это время конечно люди о которых ты должен позаботиться начальники бюро расскажут что нужно сделать сейчас нормально не слишком громко то то хрен знает может меня перебивать будет а то я не хочу чтобы вот это вот меня перебивало никогда кстати не пользовался вот этой штукой хе-хе-хе-хе-хе володя швец ёпта размялся хе-хе-хе это вот если что это буквально вся игра ты может ты покажешь им выполняешь пару заданий узнаешь как убить человека убиваешь тебя повышает в ранге и ты сражаешься все великолепно работа мастера вот так ученики мы и должны сражаться так это игра громче не громче стало я просто не знаю так все выход из обучения я не намерена и у тебя много дел да очень много так и теперь мне нужно отправляться я так понимаю отойди отсюда наспавнились сука из попы ну вы даете конечно а я тоже так думал я даже я не помню но я вообще этот нож почти не использовал но использовал очень редко крайне редко ну потому что на кой он вообще нужен здесь ну то есть он 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 быстрее вроде но он мне что-то не нравился мне нравилось прям мечом вот этим вот сражаться потому что меч ну даже звучит меч а вот это что кинжал говна куда куда он так спешит почему отойди ты дурень пожалуйста куда туда почему так все здесь лошадки здесь всегда лошадки так и теперь мне нужно я так понимаю куда альмари мне нахер не всрался нахер в королевство туда где мне куда мне надо ну лучше игра одиссея а я хочу все пройти я хочу все пройти ты просто жалко вчера не был и сегодня в начале я ну как бы я хочу пройти игры чтобы понять в чем ну реальные их проблемы эта игра состоит полностью из проблем то есть я вот сейчас в нее играю мне как бы приятно в нее играть но не потому что это хорошая игра а потому что у меня воспоминания нехорошие по сути ну как бы нет это хорошая игра но по сравнению с последующими частями но это прям видно что это буквально демка движка то есть я бы не назвал это игрой даже в какой-то степени это немножко не то то есть мне приятно наблюдать вот эти вот подгрузки вот эти вот штуки всякий голос вот этот вот анимусовский мне очень нравится воспоминания сразу же но вот эти крепости одинаковые вот это вот все серость мне не нравится конечно мне это конечно же не нравится но что поделать хочу поиграть так в аквы или в Иерусалим пойдемте в аквы ха 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 ну вот маг хайлайтс извини вот так вот к сожалению сделай день без мата а я вообще в принципе зачастую я целый день молчу я же рисую видос и получается так что я как бы молчу-молчу-молчу-молчу-молчу рисую и вот если трансляция то я на трансляции как бы маты проскакивают так то я вообще почти в жизни не матерюсь ну потому что нет возможности я либо на работе либо рисую дома то есть у меня я либо не могу материться либо увлечен как бы рисованием и просто забываю вообще разговаривать я даже не ем иногда так что вот так так что день без мата у меня чуть ли не каждый день только в трансляции я наверное не матерюсь что ж ты такое глупость какая ну прыгай ты дуреха ну ладно так вот я вот про это говорил не люблю в основном эту игру потому что она состоит из кишок каких ты постоянно путаешься тут сейчас бегу я не могу понять бегу я в то место куда мне надо или не в то потому что они все одинаковые и как бы очень сложно понять что происходит вообще снова таки это вот та причина по которой я не смог играть ведьмак 3 вот вы сейчас наблюдаете эту причину в принципе я думаю вы понимаете о чем я иди блять через пол карты чтобы сделать какую-то унылую ебень возвращайся обратно привет ванечка то есть как бы это буквально та причина по которой я не могу играть в такие игры но тут я себя пересилю я скорее всего ведьмака когда-нибудь третьего пройду я его повторяюсь четвертый раз уже удаляю не могу вообще не получается он такой сука унылый я прям не могу хотя все по книгам я в свое время за 600 рублей купил диск ассасин скрид 2 включил мне не понравилось бегать женоподобным парнем и больше не играл айдисею прошел и трахался со всеми было трах привет лин антон а как же быстрое перемещение ну для быстрого перемещения нужно еще дойти ой как вылезти то я забыл то есть типа но геральт то он как бы сам по себе не особо быстро перемещается ты должен дойти до указателя и от указателя к указателю это срань полная неудобная то есть в одессе это максимально удобно сделано один раз поебаться с этими вышками и все куда угодно можно спокойно телепортироваться я понимаю что вообще хай боже мой фаст тревел это ну немножко не очень хорошо это как снайперам в team fortress бодишот шотить но типа иногда мне не меня не хватает мне иногда нравится гулять но ведьмакиде я не могу гулять это пустой блять мир в одессе ладно окей хоть как то там животные где то бегают в оригинсе мне кстати больше нравилось ходить в одессе они убрали животных в таком количестве как были в оригинсе и что-то мне подсказывает что левел дизайнеры меньше работали над картой потому что в оригинс конечно пол карты это пустыня но как то все равно ощущается словно туда рука человека притрагивалась а одессе как будто машина создавала во многих местах поэтому не так интересно вы должны немедленно исчезнуть даже малейшие а вот о чем говорили люди которые типа типа вот акра и там еще это совершенно разные места блять лошадь так странно бегает я понял вот об этом наверное говорили до этого был желтый фильтр а теперь синий фильтр поэтому типа это разные локации и они очень сильно отличаются друг от друга блять кошмар нах так лошадка помоги еще раз не знаю вот здесь в одессе персонаж медленнее геральта бегает ну какая разница медленнее не медленнее выглядит все намного интереснее то есть типа геральт устает каждую секунду а в одессе нет а вот здесь я пробирался сверху не там ну видите снова таки все построено по одним ассетам это прям очень сильно в глаза бросается я понимаю то есть как бы какой-то год 2007 то есть типа понятно конечно в чем может быть проблем мне еще это дебильное бюро ассасинов бюро находок найти надо тебе нечего здесь делать а в одессе он еще к тому же разбегается там он в зависимости от ландшафта быстрее вроде бежит ты умрешь здесь и сейчас тебе конец дурак вау гейплей а точно сначала нужно открыть я считаю эсэскрит перезагрузился все серии после части оригинс как тебе а он я считаю оригинс и одессе одними и самыми и самых лучших частей в принципе ассасин скрида то есть типа поэтому конечно я согласен хорошо завтра в школу пока конечно же типа и оригинс и одессе как по мне просто замечательные игры давайте поменьше все таки на час у нас но это правильно потому что это не деды чувак это показушники блять я недавно общался с чуваком он спрашивал как обоснована магия в одессе я говорю какая магия он такой типа ну вот огонь на оружие но вот типа мифические существа я объясняю огонь и яд на оружие это визуализация отравленного клинка или клинка полезного маслом который как бы подожгли это скилл то есть как бы это не не какая-то магия это просто скилл у которого есть такая вот ну да немного мультяшная визуализация анимус анимус визуализирует так чтобы было виднее типа а мифические существа вовсе не мифические как я уже говорил изу в определенный момент когда люди начали на них машнить создали проект олимпии олимпикс вроде назывался создали свои вонючие какие-то артефакты это если что не частицы эдема это что-то типа частичек эдема они не работают сами по себе они работают только тогда когда с ними что-то взаимодействует я так понимаю живое существо и за счет этого они собственно говоря внедрили я так понимаю свои артефакты какие-то элементы которые позволили человеку стать бибридом и когда ты их уничтожаешь и вытаскиваешь вот эти вот артефакты ису атлантиды они собственно говоря иссыхаются и становятся людьми и он такой типа частицы эдема так не влияют они не влияют на геном я говорю это не частицы эдема это артефакты атлантиды это ну как бы немножко другая вещь и он типа такой почему они это сделали я объясняю типа потому что люди начали на них машнить и ису такие типа на очко присели типа какого хера мы вас создали сейчас типа понюхайте жопу иначе как бы все ну вот создадим гадости страшные вы бойтесь их они как бы и он такой типа обоснование типа как они это сделали я говорю вот как они сделали эти артефакты вроде умалчивается он такой ну вот видишь ничего не объясняют в игре блять это просто ебик какой-то типа то есть я тебе объяснил почему они их создали я тебе объяснил каким образом они воздействуют то есть никаким образом а почему они именно воздействие эти объяснил как бы кто их создал и так далее типа и вот буквально нет информации почему то есть не почему а каким именно образом они их создали и все ничего не объясняет в игре игра не канон ты блять дурак что ли то есть как-то это прям ебень какая-то вот и типа я не знаю я с такими людьми уже как-то не могу прям общаться это 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 реально шиза отойти ты дурочка обама в подъезд стать пошел так в этом ты и суть понимаешь суть то в том что в соседней типа нет магия типа все здесь обосновывается наукой то есть как бы что что не произойдет это все наука чтобы не было это все наука и технически это фантастика просто это не наука это просто как бы ну научная фантастика скажем так и создание на мифе мифологически с точки зрения assassin's creed ну да шор это и то и другое то есть как бы так вот с точки с этим скрит появление мифических существ обусловлено тем что иису внедрились а так сказать в нашу историю скажем так вмешались и создали вот этих существ за счет чего появилась мифология и за счет чего это мифология до наших как бы времен существует алло вы шутите блять гитлер сука тамплиером был вы чушь блять я не шучу сейчас вроде когда гитлер тамплиером был я про то что это вся суть assassin's creed и суммешивается в нашу вселенную и в этой вселенной плохие ребята были этими то хорошие ребята были теми да то есть это не наша блять вселенная здесь вам не нужно обосновывать все досконально большая часть вселенной assassin's creed обоснована анимусом и иису вы шутите слышал про алина лучник что патрулирует восточное крыло у этого бедняги брат поймал какой смешной мужчина справа посмотрите он часто ходит брату фиде она стала его хорошо могу но сейчас ты не там нет есть семейный я не проходил дэнсик слову к сожалению полностью надеется доктор не узнает я в основном прохождение смотрел как-нибудь сам пройдуешься не бойся я буду держать рот на замке и вот это вот тоже срань на был тамплиерами видел видео в конце говорил мама хищать умирать так вот и вот снова таки к слову о том к слову о том то есть типа папа 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 мысль вылетела извиняюсь искренне извиняюсь пошел отсюда лошок да ладно забуду мысль забыл уже то есть к сожалению придется вам очень сейчас часто еще по 30 дизель и нахваливают максимально есть конечно есть есть ты чего я знаешь где нет они вот этой части современности нет в unity и нет в синдикате то есть буквально предпоследних скажем частях перед оридженс то есть когда им сказали что мы хотим все это они вернули ну видимо этого недостаточно вот эти все все в до олдфаги я повторяюсь я недавно почитал вообще лор оказалось если что оказалось ну знаете вот сейчас вот тот же сани они такие типа юнона главным антагонистом серии юнона блять не настолько важно оказывается было то есть я еще почитаю про это мне наверное еще книги стоит прикупить почитать но если чё ребята юнона блять вообще чуть ли не пешкой шахматной было то есть она не важнее любого другого антагониста который сливался то есть снова такие люди сейчас такие юнона убили юнона убили в комиксах как же так но на это главное она не главный блять антагонист она не главное среди и су она не главное в принципе это персонажа буквально в какой-то степени можно назвать его эпизодическим я почитаю побольше об этом чтобы самому удостовериться но я начал типа чекать все это юнона нахуй не нужна если чё то есть как бы вот а альтавих птичка сказала мне что ты придешь альмуалим заказал убийство горнеды на плуза потому я здесь что ты можешь рассказать мне о нем он гроссмейстер рыцарей госпитальеров и несомненно живет в их районе больше я ничего о нем не знаю ису это требование цивилизации в городе может узнаешь что-нибудь от жителей скажи где мне искать я посмотрю что смогу выйдет лучшее место для начала поисков общественный парк точнее то что от него осталось север отсюда стоит посмотрите на заброшенном рынке на северо-западе и церковь марио сафата на западе тоже довольно популярный иисус к слову иисус тоже присутствует в лоре assassin's creed как я уже говорил это просто наш лор но подстроены под вселенную типа как раз таки плащаницу который ты ищешь в синдикате и и с помощью нее иисуса воскресили то есть вот это так работает я так понимаю это к слову о том что кто-то там выперживался что на самом деле частицы эдема это ну а не только иллюзию наконец не встречались такие люди которые говорили вообще это частицы эдема а не только иллюзию показывает у них нет никаких сил а то что плащаница блять хиля это иисуса воскресил ну да а для 2007 конечно чувак посмотри вообще игры юбисофт они для своего года выглядят лучше чем большинство игр которые вообще в принципе выходили запусти сейчас любую наверное игру юбисофт и посмотри на их год поймешь что большая часть их игр визуально прошли проверку временем геймплей на нет далеко не все вообще много много все но при этом но при этом а far cry 3 я не могу играть говнина просто говнина я не могу он то есть по она в реально выглядит как поделка на unity то есть типа прям вообще невозможно я не помню сколько точно частицы дома есть сожалению не знаю что яблоко не одно их вроде 3 я не нужно побольше я просто давно уже в лорне углублялся суть в чем яблок несколько и как бы их по идее в разные промежутки времени находили вот есть плащаница это собственно говоря тот артефакт которым охотится выезд как я говорил синдикате извините немножко сложно ориентироваться нужно по таймингу все привыкнуть таймингу о пылите как В рейдж вошел Все, пососали Так вот Нет, она не состоит из частиц Она является частицей Эдема Я снова таки Не буду сейчас играть в лороведа Как и говорит абассаник Хранителя лора Бля, ебанутый Но, то есть, как бы, да Частицы дема несколько Есть три яблока Скорее всего, три Я не помню, два или три Одно из двух Не буду снова таки точно говорить Расследование Одно из шести Хорошо Хорошо, хорошо Давайте походим Вот сюда, да Наблюдайте Вот Есть плащаница Есть Я не помню, как он точно называется Есть меч короля Артура То есть, он тоже вплетен в лор И меч короля Артура Он, как бы Мечи дема, блядь Вроде называется Ну, самое логичное было бы Если бы он так назывался То есть Есть какие-то кольца Не помню, где они фигурировали Я просто когда-то очень давно Читал, что есть кольца Которые носители защищают От стрел То есть, если в них как бы стреляют Там Появляется Типа срань какая-то Они такие Аааа, стрелы Не попадаете Они не попадают Да Складзен говорит про Одиссею Что это не ассасин Потому что там стелса Нет Это, кстати, полная ебень Потому что Стелс нормальный Появился только в Юнити В синдикате Он Слился в говно А в Ориджинс и в Одиссе Это самый классический стелс Его проявление Потому что Я недавно даже Читал какие-то комментарии По типу Поиграл в Одиссе Не стелса Ничего Зашел в четвертый Блэк флаг И кайфую Напоминаю В четвертом Блэк флаге Весь стелс Это Сидеть в кустах И метать дротики Тем временем Весь стелс В Ассасинскридах Последних Это сидеть в кустах И метать, блять, стрелы Это точно такой же стелс, блять Только более продуманный С большим количеством Деталей и возможностей Это идентичный стелс Но он доведен до Стелса именно То есть зайдите в любой В любую РПГ Тот же Скайрим Или еще куда-нибудь Стелс везде такой Во многих играх Стелс сделан Именно так Как сделано в Ориджинсе и в Одиссе То есть он пришел к тому Что То есть как бы Вот так Вот такой уровень В игре В принципе Раньше стелса не было Я считаю Даже вот сейчас я бегаю Но это, блять, не стелс То есть он в человеке Среди человечков встает Такой Это стелс Это не стелс Это ебень, блять Лет 5 назад Такая Фаркрай На видеокарте была слабая Сейчас включаю Просто не могу играть Очень старая Да А ты запусти Второй Фаркрай Он не выглядит таким старым Я не знаю почему Но не выглядит Запусти Четвертый Фаркрай Ну пятый Тем более Слушайте Ну это какая-то глупость Где же у меня Мне Ну я так понимаю Иди, сука, на вышку Это все, что мне говорят В основном Будьте сильными, горожане Оставайтесь крепкими в вере Дорога Тебе здесь делать нечего Уходи Ждет немало испытаний Но бог Видит вас И ведет В победе Сперва Вакли Агора И Я очень рад Что начиная с Вроде как Assassin's Creed 3 Ubisoft Пересмотрели Вот эту вот Часть с управлением Неосектор Страшилки Будут давать На следующей трансляции В общем Вот То, что Бляяяяяень Ммм Сука Так вот Суть в чем Я рад что Начинаю с третьей части не нужно правую кнопку мыши шивцы ой пробел сжимать чтобы собственно говоря прыгнуть там не только интерфейс отталкивающий ты посмотри вообще в принципе на игру она выглядит какой-то мега мылью на это делает отлично просто володи швец сейчас занялся так сказать зарядочкой чтобы в итоге все вот это на нет спустить и съесть тортик молодец да умер мужик но я понял о чем говорили вот эти все фанатики сумасшедшие типа лакать они такие разные в одну зайдешь там одно а другую зайдешь там другое я понял о чем они здесь меньше скругленных зданий это все еще ассеты созданные ради ассетов то есть буквально ассеты повторяющиеся из раза в раз но они типа здесь менее скругленные я понял о чем речь и фильтры другой используется у много кстати поступили юбисофт они получается знали что у них ограниченное время знали что они не поспевает срок и в итоге они просто поменяли фильтры и убрали сглаженности и по сути да действительно выглядит как совершенно другая локация согласен то есть не припол какой-то я действительно так считаю молодцы справились задачу все володя замолчи слэйв сейчас сказал факлинка сосис да что ж ты такой растяпа так те же это а кража я понял вот это мне тоже не нравится иконки громадные хрен пойми где находится я понимаю что сейчас кто-нибудь найдется такой типа а я понял где я скорее всего вот внутри этой части ты типа это аркадный человек это по хардкору мы поняли течение скритет по хардкору надо проходить этот никакой фаркору нет это просто неудобно да я убью тебя с открытыми глазами а 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 странная фигня если ты его пост обработку на ультра вставишь игра выглядит на 70 процентов лучше чем просто на среднем хотя бы обработка будет но хрен знает может и так я просто давненько уже так это у нас этот попёрдыш ну что у тебя хлам у него не было ни монеты только какой-то идиотский тубус я нашел только этот кусок бумаги с каракулями анимация как в этом говорим без ошибок букин и рыжий встретились не дайте булочку с говном ну чего ты уходи-ка пока я на тебя не рассердился набер крекер давай иди иди роднэк смотрите при страже сейчас украду это все нет стойте хорошо а ну типа я понимаю что я могу больше информации получить я скорее нет не может быть такого что мне сразу говорят идею в бюро я ведь могу больше информации получить не я всего лишь двух человечков осмотрел до настоящий стелс хочу заметить вот раньше стелс в играх сессии скринга да меня поражает только вот вот анимация климбинга больше ничего в игре такого прям ну во второй она прям вообще бесподобная анимация климбинга но это не анимация это скорее все-таки физические элементы как как я и говорил раньше климбинг как и битвы основаны были на притягивание противника к противнику и просто проигрывание анимации но тут также вот этот элемент это элемент в котором может персонаж зацепиться я посмотрел туториалы по unity там буквально то же самое можно сделать главное поставить эти элементы но они нагружают архитектуру поэтому я не удивлен что на нынешних консолях персонаж нам за текстуры цепляется но перед миссией все все собрать это правильно скорее всего типа ты полный синхронизации добивался то есть это 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 буквально как бы ну просто дело в том что мне нужно все вот это пройти то есть это скучно блять давайте я не думаю что игра прям длинная часов на двадцать всего лишь зифты и миша не туда же к туре мы как его купить а это не лучник черт они так похожи все ну я чуть не понял где лучники то или это задание именно информатора то есть я должен информатора блять послушать после этого лучники заспаунился до все на скриптах ладно хорошо что ты пришел брат мне пригодился бы твой клинок тут последнее время стало слишком много лучников они мне мешают убей их всех до единого и я смогу помочь тебе в деле с этим безумным доктором напомни тебя не должны заметить иначе они поднимут тревогу и придется скрыться а затем начинать все сначала спасибо голос из краша бандикута или за то любого другого подобного проекта для детишек так ночью ну и где они а вот они один там должен прекратить это ребячество он точно разобьется и вовсе не собирать очень странный тип было бы была бы это одиссея я бы сейчас пригнулся спокойно бы к нему подошел как и подобает нормальной столсовой игре как же игра проще здесь не дайте прогибается мы внутри все примагнитился дурень ладно странно никогда раньше не видел ничего подобного круто незаметно убил согласно ну и а еще убить ты своем уме или это заново нужно заново сука я понял я ошибку совершил я просто не не внимательно а вот это стелс до монах на крыше да и лепнул бы под жопу реально ну вот он покарал нас и 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 Open World Для разработчиков в том плане В каком он как бы Присутствует То есть типа Вот с этими вот вопросиками С вышками С вот всеми этими коллектаблсами С желанием собрать все и вся По сути Ubisoft это сделали Офигеть какой кошмар С чего это он вдруг так поступает Хе ножка Ты делаешь мне больно Тебе что-то нужно? Неужели не понял Я убью тебя Тебя загорел Грязно убейся Умри Умри Ты умрешь Ты убью тебя Я убью тебя Он только разбил человека Ты убийца Спасибо Я не говорила, что она нужна Но я видела тюм у них в глазах Извини меня Какая тьма в глазах Мне нечего предложить тебе взамен Но я расскажу своим братьям Что ты наш друг Ага Отлично Это то, что мне надо было Что произошло? Ладно, пойду Ассасинашн делать А сколько здесь вообще убийств Как или пять? Я просто не помню Еще голоса так некачественно записаны Кошмар Ему помогать Альтаир Как идут поиски Горнье? Я знаю, когда и как его убить Тогда расскажи мне, что ты узнал Он живет и работает в больнице Ордена На северо-западе Говорят, что там творятся какие-то зверства Ему нравится ставить эксперименты на людях Многие жители Иерусалима похищены и привезены сюда Не глупо Он избегает подозрений здесь Похищая людей в другом городе Вернемся к делу Каков твой план? Горнье почти не потедает свою комнату в больнице Но иногда выходит осмотреть пациентов Во время такого обхода я и нанесу удар Вижу, ты обдумал свой план Я отпускаю тебя Да, обдумал так обдумал Давай первое свое сюда Очисти этот город И может этим Ты искупишь свою вину Ты можешь отдохнуть здесь, пока не будешь готов Да, я знаю Он не отказывается от отдыха Ох уж этот Альтаир Ибн Лаад Все мы знаем этого парня Ой, блядь Не бойтесь Страх и сомнение Вот оружие наших врагов Не слушайте их ложь Ядовитые слова Сходят ростками смущения Да что ж ты Если вас искушают Ступайте и помолитесь Спросите совета у Бога Если вы чисты сердцем Он ответит Если он ошибется Это будет забава Допадет На Саладина И на народ его Мы Ты видел такое раньше? Мне не доводилось Зачем он это делает? Ты смеешь красть у меня на глазах? За это ты поплатишься жизнью Что плохого я тебе сделала? Скажи на милость Это как тот мем убогий Там Две Два подростка Типа Девушек И там типа Переписка Это Блин Вот это я и моя сестра Блин Кингол и я фолтки Своей сестры Типа Ты чё тварь Ты охуел Что? Какое зло Я тебе сделал Почему ты так Со мной разговариваешь? От этого фразы Какое зло Я тебе сделал Мега смешная Тебе нельзя тут находиться Да, да, я знаю Убирайся пока цел Не шагу дальше Лучник залез На крышу И пернул Тебе сюда нельзя Уходи Да блять Стой Здесь ты не пройдёшь Уходи Нет Убирайся Продолжение следует Убирайся Тебе Стой Мед Убирайся Убирайся Убийца! Пошлите за подмогой! Не надо подмогу! Так... Где он находится-то? Чё это за больница такая? Люди просто стоят. Вот больница, так больница. Согласны? Так, ладно. Чёрт, я не вижу цели. Её, я так понимаю, здесь и нет. То есть, имею в виду, он где-то должен быть. Но он явно не тут, а внутри здания. Альтер же говорил, что он, типа, выходит с цели смотреть свои. Не цели, а пациента. Собственно говоря, одну и ту же ежи. А, там должен быть мультик сначала вроде. Он должен заспавниться сначала. А я думал, я слепой. Всё, посмотрим. А, нет, не тут мультик. Я просто не помню, был где-то мультик. Как-то я играл последний раз. В детстве. Сейчас пойду пасу, иначе я сумму не саду. Пш! Суния. Спасибо. 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 Привет. Лена умертан. Минастрима на трансляцию, т.е. нормальная не запастила. Ты шутишь. Хм, действительно. Мы стрема трансляция на всю трансляцию. Так, ща. Секунду Секунду Впомогите, помогите мне Вот все, мультик начался Сквозь текстуру пробежал Впомогите, пожалуйста, вы должны Сквозь текстуры пробежал Ну и Ubisoft Да, да, это тот мультик, все вспомнил Ну и Ubisoft Ну и Ubisoft Ай, 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 не бейте Ай, ай, ай Он идет? Говно найдет, че пришел? Говно нашел Ну, ну, все будет хорошо Нет Дай мне твою руку Не трогай меня Опять Прогони свой страх Иначе я не смогу помочь Помочь? Да, кстати Да, где помог остальным? Ты забрал их души Че видел? Че видел? Че видел? Ну и озвучка Нет Моё ты не получишь Возьми себя в руки Ха-ха Думаешь мне приятно И я Хочу сделать тебе больно Но Ты не оставляешь мне выбора Подкрепляй добрые слова ударами Все это ложь и обман Он будет доволен только если все склонятся перед ним Не стоило этого говорить Верните его в палату Я приду как только обойду остальных Ты как из палаты сбежал шизоид Не убежишь Сломайте ему ноги Обе Беды с башкой Хе-хе Моделька Мне так жаль, сын мой Вам что, нечем заняться? Аж даже неприятно нахуй смотреть на это Я рад, что в Одисе не так уебищно все это сделано Но я имею ввиду, что не только в Одисе Начинать со второй части Уже не так жестоко, скажем так Да сука Не по таймингу Ладно уж Вау, вот это геймплей Ладно иди Иди Да-да, меняется реально Ни хуя 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 Скинь с себя бремя. Меня ждет покой, да. Вечный сон зовет меня. Но перед тем, как закрыть глаза, что станет с моими детьми? Ты хотел сказать людьми, которым пришлось пережить твои эксперименты, они вернутся домой. Домой? Но куда? Да, в канализацию. Публичные дома. Тюрьмы, откуда мы их вытащили. Вытащили против их воли. Да, но у них не было никакой воли. Ты правда настолько наивен? Ты унимаешь плачущего ребенка только потому, что он ноет? Папа, я хочу поиграть с огнем. Что ты ответишь? Да, конечно. Но пощется он по твоей вине. Это не дети. Это взрослые мужчины и женщины. Телом возможно, но не разумом. Я лечил именно разум. Заметь, без артефакта, который ты у нас украл, мои успехи шли куда медленнее. Но были травы, микстуры и вытяжки. Моя стража доказательства. Они были безумцами, пока я не нашел их и не освободил из тюрьмы собственного разума. И без меня они снова станут безумцами. Ты правда верил, что помогаешь? Я не верил в это. Я это знал. К слову, только в первой части, я так понимаю, здесь вообще... Хороший батя кинет ребенка в костель, это уверенно. В первой части, только в первой части, настолько жестокие, скажем так, сцены, типа ломания ног и так далее. Потому что повешивание семьи аудитория, но она не выглядит так, скажем так, неприятно. Неприятно, но не до такой степени, как, блядь, сломанные ноги. А-а-а! тут вообще минус пунктики должны на каждом шагу и тень честно говоря там влиять стражи паркуриста и полюша я убью какой-то додик еще с неба упал более 2 не буду я спасать всех этих нищих что это гибель скучно я хочу по-быстрому с этой игрой закончите перейти к нормальным играм то есть типа ну может быть я вне трансляции пройду здесь все квесты дополнительные но я имею ввиду открытие конечно же сука вышек и сбор говна это я может быть сделаю пути по тоже зоны видимости уходишь импеси то тоже имеет ограниченный набор обороте диалогов то пиздец почему они в это бюро не пришли тамплеры не вырезали здесь целая огромная табличка ассасины а не тут захотите кошмар а что новая тейр гарнир мертв тогда возвращайся в масяф и доложи о своей победе я хотел спросить я хотел спросить тогда спрашивай или ты хочешь чтобы я читал мысли как ты думаешь что ему было нужно от этих людей он бы продолжал на них свои эксперименты ты должен действовать а не спрашивать альтеир важно не что он делал и почему а то что он мертв но похоже он верил что помогал этим людям а это ли ты видел нет то что я видел не было храмом здоровья скорее боли тогда почему мы ведем этот разговор я я не знаю забудь об этом уже забыл верно геральт из ливии говорит перемотка на более поздний участок памяти грета туберк бояры ну да если из за вас переносчик кувшинов уронит свой груз он раз есть новости альтаир гарнир мертву мертв отлично впрочем и новые результаты я и не ждал и все же что такое доктор утверждал что занимается благим делом и на самом деле его пленники были благодарны ему не все но достаточно чтобы задаться вопросом как ему удавалось делать из врагов друзей вожди всегда найдут способ подчинить себе других это и делает их вождями когда слов недостаточно в ход идут деньги когда не помогают и они используются угрозы обман и прочее существует растение альтаир травы из далеких краев лишающие людей разума наслаждение ими дарующиеся так велико что с их помощью можно поработить человека лучше еще одно убийство наверное все трансляции на сегодня если все было так как ты описываешь травы странный метод управления наши враги обвиняют меня в том же обещание рая они думают что это сад в котором вас ждут женщины и удовольствие что я одурманиваю вас и сулю вам райское блаженство они не знают правды как и должно быть но если бы они знали что мы всего лишь хотим мира то они бы не боялись нас и мы бы не справились с ними ступай продолжай работу ты вновь повышен в звании и тебе возвращена еще часть снаряжения мы поговорим когда погибнет следующая жертва и на и и и и и у и и он кого-нибудь Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? Понимаю, у тебя много дел. Понимаю, у тебя много дел. Чтобы вытащить второй клинок, нужно время. Так. Королевство говно. Вообще, я всегда думал, что из Assassin's Creed вышло бы отличное MMORPG. Ну, то есть, типа, вот это вот. Вот это весь геймплей, который показывают в первой части. Это, по сути, ежедневные задания, которые тебе просто говорят для того, чтобы ты грызгал. Да, Трикси. Боже, что-таки. Это Ирпа. Похоже, Майл Шентин совсем понимает, как его расчет с мечом можешь покидать в них ножи. Да, так и есть. Ну, то есть, типа, вообще, как бы, вот даже вот с такой механикой, с первой части, я имею в виду, самую простую MMORPG можно было бы реализовать. Блядь, что-то не дождусь, когда Юбисофт наконец-то поймут, что Assassin's Creed был бы отличной именно игрой. Ну, не именно номерная часть, я имею в виду, ответвление Assassin's Creed был бы отличным MMORPG, как по мне. То есть, типа, если не классический какой-нибудь, с дебильным вот захватом движения, то хотя бы просто мультиплеерный, а-ля GTA 5 онлайн. Ну, было бы максимально здорово, потому что... Слухи были, что в Ragnarok собираются кооператив добавлять, было бы замечательно. Ещё Юбисофт, я помню, люди, блядь, такие охуевшие. Там, помню, в комментах у того же Абасанника люди писали, что где-то была информация. Типа, Юбисофт, мол, сказали. Я, кстати, так и не нашёл эту информацию, наверное, наверняка мы придумали, чтобы поныть опять. Что, типа, вот, у нас в Open World очень много NPC ходит, обычных. Если мы сократим их популяцию, их количество, то мы сможем внедрить других игроков в вашу игру. То есть, как бы, вот у нас такая идея. И там такие, типа, у меня слов нет, то есть, блядь, слов нет, это же охуенно, нет разве? То есть, как бы, вы чё ебанутые? Это же прям буквально, ну, охуенно. Они уже показали себя в бесшовном мультиплеере в Watch Dogs, почему бы не внедрить это в Assassin's Creed? Было бы просто замечательно, как по мне. Да, тоже было бы круто. Весь гейплей, да, если вы не хотите? Не хочу, почему бы не ехать, потому что, а, не музык. Поняли, мем? Лошадь упала, теперь пешком. Как же он бегает, блядь. Так, я туда хоть бегу. За мной как будто Даньки из прошлого бегут. Ах, 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 блядь. Пиздец, я долбаю. Умер. Вы можете отвлекать врагов мертвыми телами. Кому-то охуенно, кому-то нахуй не надо. Ну, почему, повторяюсь, не номерная, а, типа, ответвление во вселенной. Почему нахуй-то не надо? Что плохого в том, чтобы создать подобный проект? Мне кажется, это прорыв был бы, как помнили. Подобный ААА проект, так еще и, как бы, с подобным мультиплеером было замечательно. То есть, буквально, игра в сервис была бы. Игра в сервис, они, типа, мне не нравилось. Игры в сервис, они, в принципе, сами по себе-то, это здоровская штука. Просто у людей почему-то какое-то ощущение, то есть, дебильное. Вот, например, Ubisoft поддерживает игры, которые выпустили в шестнадцатом году, которые выпустили в пятнадцатом. То есть, они буквально до сих пор, напоминаю, прошло четыре года, они до сих пор поддерживают эти игры. Они умеют их поддерживать. Типа, некоторые менее популярные, типа, джаз-дэнса поддерживают хуже, некоторые лучше. То есть, прям, по уровню поддержки идет сначала джаз-дэнсы, потом стип, потом форонор, потом все остальные. Они, типа, не пугаются, они шаг назад делают, иногда и падают. Да, есть такое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЕЗ, ДУРДУРУН! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну смотрите, даже проходы, блять, идентичные Ну в своем уме Что-то мне дебилы пытались доказать Я ведь помню, что ничего здесь такого удивительного нет Все из ассетов состоит Я же не дурак, у меня память-то нормальная в этом плане Я только всякое говно-то и запоминаю Имя свое не могу запомнить иногда Ну что, совсем идиот, а? Он даст вам то, чего вам не хватает А все, что он от вас просит Честный труд Небольшая цена за достойную награду Смотри, да ты Смотри, куда идешь? Вам больше не нужно терпеть лишения Любой, кто способен работать, может прокормить себя Подходите, спрашивайте Я расскажу, что может предложить вам Талал Мы живем в непростые времена В пище мало, денег нет Но вы не обязаны склоняться Для тех, кто смел и решителен Всегда найдутся возможности Кто знает, что готовит бутылки Кто с обедом мог быть и за Защитите одну леску Защитите тех, кого любите Работайте Не будете награждены Талал обещает Мы живем в непростые времена Пище мало, денег нет Но вы не обязаны склоняться Для тех, кто смел и решителен Всегда найдутся возможности Что тебе нужно? Оставь меня Нормальный утек Увас поменялся Может хватит уже? Пожалуйста, господин подайте Мои родные больные Кто знает, что готовит бутылки Что за беды могут прийти за Защитите Защитите тех, кого любите Работайте и будете награждены Талал обещает Кто знает, что готовит будущее Что за беды могут прийти Защитите Неизвестно А не Это мультик Работайте и будете награждены Талал обещает Буквально листовки Раздает На улице А у него не своровать Надо, его нужно Не хочу с тобой связываться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok что блять он меня учить убирайся прочный глаз что еще тебе непонятно убирайся это заплатишь на твоем пошли тебя на помощь и прошу тебя я пуху эх поебать не удалось что же поделать убирайся я вижу его очень странно ну делай мемы по этой ключом здесь найдешь все что теперь и его армия неверных они пошли против воли бога и они заплатят за это лишь страдание и боль остаются там где проходят они они говорят у них высшая цель а то есть вот это вот он не за воздух до хватается блять фанатики ёпта первых ассасина это вот-вот бля бордюрчик 2 миллиметра и валить это его сука ассасина это прям крысы вонючая видят что у меня проблемы закрыли свои бюро и получил ну засыпай засыпай блять пока он карабкал все блять от них сбежать сука невозможно в этих частях они сука паркаристы блять как такое возможно я гарри поттер и витация не дайте ему уйти а 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 но чё это пара а а а Бля, вот сейчас опасно уже, не могу я клинок использовать. Вау, боевая система такая сложная. А там я все равно сюда. О, отвратительный актер, блядь. Я сказал, что ты должен выполнить несколько заданий, чтобы искупить вину. Отвратительный голос у актера. Он Шеперда еще разучил таким же голосом. Это твоя работа находить и убивать людей, Альтаир, а не моя. Я Шеперд. Его смерть пойдет на пользу всей стране. А тебе она не пойдет на пользу? Это тебя не касается. Как раз твои действия меня касаются. Можешь не помогать. Я сам его найду. Постой. Я не могу допустить, чтобы ты шатался по городу словно слепец. Я расскажу тебе, где искать. Я слушаю. Три места. На юге на рынке, что разделяет еврейские и арабские районы. На севере близ мечети. И на востоке перед церковью Святой Анны. Рядом с воротами баб Ариха. Это все? Этого достаточно, чтобы начать поиски. И больше, чем ты заслужил. Ну и какие мрачи, они без ручки, блядь. Пошел нахуй. Хэнди, так сказать. Ладно. Это я гадость сказал. Искренне извиняюсь перед теми людьми, которые имеют такую проблему. Но Малек, ой, ебак. Я так к нему отношусь, потому что, когда я был мелкий, я нашел кучу рисунков, где Альтерир целуется с Малеком. И я такой, типа, ой, Альтерир мой герой, что вы наделали? К слову, это не был какой-то специализированный, блядь, паблик по целующимся ассасинам. Это был просто паблик, блядь, Assassin's Creed. Я такой, типа, вступлю-ка я в паблик Assassin's Creed. Крутая игра. А там Малек, блядь, с Альтериром целуется. Вот так вот. Поэтому к Малеку я с тех пор отношусь. Но, собственно говоря, вот так вот. Блин, такие маленькие здания. Так непривычно. Как будто в этих зданиях кто? Гномики живут? Реально, блядь, это башня гномиков какая-то. Не, ну это вообще какой-то сраный городок из коробок, блядь. Хе. О, как же. Ну что, наверное. Самая любимая механика вообще в Сигале, наверное. Но она прикольная, потому что сама по себе. О, не пострадал или напугал меня. Да ладно. Да ладно, не вышло. О, ты не на того напал. При металлах твою душу. Да вы занимались. Все, пососали. О, что ты думаешь? Вот это сука. Пока. О, что ты думаешь? О, ты умеешь себе? Да. О, что ты Assur & Mu²? Вы можете использовать незаметные убийства, чтобы... Отрублю голову! Жег со школы. Он не умеет. Засадно. Ладно. Ладно. Что ты делаешь? Иди прочь! Вот он! Сюда! Неверный! Сейчас и умрем! Хватит бегать! Идем все равно не уйди! Трансляцию. Да ты шутишь, блядь! Помогите! На помощь! Я тягу тебе голову! Тебе не уйди! Я тягу тебе голову! Идец. Придурок вернулся. Кошмар, блядь. Это что, шутка, блядь, какая-то? Может, хватит? Отойди, сука, блядь. Это кончится плохо. Кого-то сейчас убьет. Воровство не будет. Цень приняты с нам. Он хочет убить меня! Стража, остановите его! Что тебе к нему нужно? Стража, сюда! Здесь убить вас! Всё, наконец-то. Вы шутите, блядь. Что это сейчас было? Ты издевай... Ты перестанешь, блядь, оборачиваться, уёбок? Это какой-то кошмар, сука. Какие ножи, вы... Чего, блядь? Слушай, нет, я что-то не понимаю, наверное. Это не то... Бедняга! Это... Это не та цель, верно? Это какой-то абсурд, блядь. Бедняга! Да, значит, мне вот этого типика красить. Если стражники ничего не делают... А я уже не пытался. То, что ты предлагаешь, безумие. Это необходимо. Сколько ещё человек должно пропасть, чтобы люди заметили? Нас это не касается. Пока. Но если это продолжится, может коснуться. И что ты предлагаешь? Я проследил за этим человеком. Узнал всё, что нужно об его действиях. Всё записано вот на этой карте. Он каждый день в одно и то же время осматривает пленников. Смотрите, какой урод рядом с нами сидит. Чё у него слипало? И так, у тебя есть клочок бумаги. Он не спасёт тебя, когда тебя найдут. Он не укроет отстрел и мечей. Если всё получится, до такого не дойдёт. И я готов пойти на такой риск. Пожелай мне удачи, друг. Удачи. Она нужна тебе. О нет, он этот не мяч. Ужасно. Что здесь произошло? Зарядка. Да, укралял лесовый свет макар. Это ужасно. как это произошло то ты заеб за жопу хватает себе давайте так мне нужно у него что-то украсть верно то есть я ведь должен своровать у него что-то я я прав я не должен его просто преследовать не думаю что нужно вас расстать и присесть на скамейку потом толкнуть жертву просто погладить полицию не получилось у меня последний он убьет меня он убьет меня ё-моё прилавок закрыли что это бедняка это вышивничал кратучий как и надо убивать на помощь блять опять мультик слушать что случилось нет что это это не добрый знак ужас убийца разгуливает до свободы а теперь что он делает мне мне не уходите подайте пару монеток альтуриду 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 не подходит умрите неверный ахахах отрублю голову ахах ахахах 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 а ты докажи что не Аллах с кинжалом прикольнее сражаться чем мечом нет нет пути давай ты бежать тебе некуда Ну вот, на сканюще. Пиздец, я помню, как люди в втором Ведьмаке и в третьем охуевали от того, что Геральд подталкивает ножны, чтобы туда меч вошел. 2007 год, Альтер приподнимает их, чтобы меч туда вошел. 2007, блять, год. Через торм найти их спасенную. Хорошо. Пошел отсюда, фарочка. Спасибо, сынок. Хотел бы я, чтобы мои дети были... Это же Дардо Пардиа. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Спасибо. Все. Все. Кто вот сделал такое? Давай, старина, уебывай. Ну раз, точка. Давайте еще немножко. Умри, Бонус! Садись! Хватит бегать! Тебе все равно не уйдет! Дарод неверный! Он устает! Вот таки я нашел его! Я вижу его! Вон он! Сейчас меня не уйдет! Неверный! Сейчас ты умрешь! Ты, блять... Я нашел его! Вот он! Он не уйдет! Вау! Как удобно! Давай, добежать тебе некуда! Че было? Скомкался, сука. Ищите везде! Ай! А! Че нет? Согреть его! Прочь! Вовши! В сторону! Я нагоню тебя! Кто-нибудь видел его? Я его вижу! Садись! Хватайте его! Я тебя пойму! Не отмени! Я его вошел! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кошмар началось Вторжение в личную жизнь Субтитры сделал DimaTorzok Тебе что-то нужно? Да, камни самонаводящиеся были, конечно, технологии. Вообще, я считаю, что уже начиная с второй части, от камней можно было бы избавиться. Ладно, в Иерусалиме типа кидались камнями, окей. Ну типа, бля. Субтитры сделал DimaTorzok Мне нечего тебе сказать. Говорит со мной или со Всевышним. Решай. Ты не остановишь то, что он делает. Не остановишь. Что? Что он делает? Готовит их к путешествию. И куда же? Их держат на его складе. Когда придет время, их отправят в Акр. Где этот склад? И почему в Акр. Талал говорит мне лишь то, что мне нужно знать. Так безопаснее. Может быть, для него... Прикольно у него, кстати, скрупа от каштана на голове. Эй, а зачем? Долбаю, бля. Смотрите, Обама обезьяна. Вау. Это уникальная вещь. Или че, уникальную капусту продаешь? Если Ричард захватит Япу, его уже не остановить. Для чего он это мертв? Он войдет, выручили ему. Я поймаю. Я не могу, что можно. Это все. Я нагоню тебя. Я шаг. Сука, как они смешные прилетели. Блядь, они бегут все еще, хому заебали. Скачет им навстречу. Не потеряйся его. Сюда, он здесь. Он не уйдет. Он точно кого-нибудь шибает. Тебе не смешать. Держи его. В сторону. Живо. Битва дебилов. Обыщите все. Я нажал его. Вот он. Не потеряйте его. Он здесь. Ну да, есть такой щель. Вот он. За ним. Я. Вот ты понял, дед Максин. Да. Да. Будь проклят христианский король и его армия неверных. Они порвали против... Малик. Пришел тратить мое время? Да. Я нашел Талала и готов приступить к заданию. Да. Это решать мне. Хорошо. Вот что я узнал. Талал торгует людьми, похищая Ирусалимцев и продавая их в рабство. Его база на складе в башне, к северу отсюда. Сейчас он готовит к отправке очередной караван. Я нанесу удар, когда он будет осматривать товар. Если я проскользну мимо стражи, Талал станет простой мишенью. Простой мишенью? Какой же ты самоуверенный. Ты закончил? Тебе достаточно того, что я узнал? Нет. Но придется смириться. Сука какая недовольная, блять. Отдавай первую и не выюбывайся, тварь. Отдохни перед заданием. Подготовься. Можешь поплакать в уголке. В общем, делай что хочешь, но только тихо. Я тебя убью, ты кримш. Ты можешь на более поздний участок памяти. Малик, ты кримш. Реально. Это не нонкул Шеймон. Это реально кримш, Малик. Севера идет английский король и его армия. Ну да, тоже такое ощущение есть. Скорее всего, так и есть. Тебе не следует здесь находиться ухами на встречу, дабы остановить их и отомстить за варварские деяния. Так будем же молить Бога, чтобы он вернулся с победой. Ну да, руку бегальтаиру потерял. Ох уж и что-то маленький. Уходи. Скажите, зачем он это делает? Что-то хован. Я ни в чем не виноват. Зачем ты это делаешь? Мы делаем, что нам угодно. Пожалуйста, хватит. Снимь. Деды, я знаю, ты где-то здесь. Помогите кто-нибудь. Думаешь, твой бог позаботит про тебя? Не трогай меня, пожалуйста. Ох, как это ужасно. Огонь войны пожирает землю. Что это сел? И тысячи полегли, защищая свой дом. Трагедия, скажете вы. Но я говорю, слава! Умереть в служении Господу. Заражайте, во что мы верим. Нет, участи славнее. Будь стража! Скорее сюда! А, там, блядь. Это человек хочет кого-то убить. Они пошли против воли Бога. И они заплатят за это. Лишь в задании и вовсе. Боль остаются там, где проходят они. Они говорят, у них большая цель какая? Неверство, насилие, безумие. Мы должны дать им отпор любой ценой. Умри его! Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Если Ричард захватит Яфу, его уже не остановить. Он войдет в Иерусалим. Мы не должны дать ему возможность здесь делать это. Этот город наш. Он с чем войной, Мехи Слёстом. Ну ты вздимаешься, блядь. Ну ты вздимаешься, блядь. Ну ты вздимаешься, блядь. Где вход-то в эту говнину? Говнину. Рога вот и таким аккуратно. Да чёрт тебя подели. Тут где-то должен быть вход. Вход основной здесь. Должен быть мультик. Я не помню, куда идти. Я давно играл очень. Я прямо буквально не знал, что мне делать. То есть не знаю на данный момент. В тот момент-то я всё проиграл. Я тебе уху. Ай, ловушку. Ну что, работорговец? Не называй меня так. Я только помогал им, как помогли мне самому. Пленив их ты не сделал. Пленив? Я просто обеспечивал им безопасность. Готовят к долгому путешествию. Нухай пыль. Жопу пальмюхай. Хе-хе-хе-хе. Ты ничего не знаешь. Пускай ему туда. Пукиши, пукиши, пускай. Я думал, ты увидишь и поймёшь. Я понял, достаточно. Покажись. Ты хочешь увидеть человека, который привёл тебя сюда? Ты не привёл меня. Я пришёл по своей воле. Нихуя там. Принциперсия. Вот как. А кто открыл дверь? Расчистил путь? Тебе не пришлось обнажать клинок против моих стражников, верно? Верно. Я всё сделал сам. Шагни в свет, и я окажу тебе последнюю услугу. Не, я шагну в этот. Там была лестница. Шагну в лестницу. Вот она. Ну? Лучник из говна. Я тебя убью. Вот я стою перед тобой. Чего ты желаешь? Спускайся. Это будет честная битва. Ну почему всё надо решать насилием? Похоже, я не могу помочь тебе. Ведь ты сам не хочешь помочь себе. Я не позволю ставить под угрозу мою работу. Ты не оставляешь мне выбора. Ты должен умереть. Но этот пол мне будет. Он хотя бы за засаду какую-то трёх. Ай, бля. Ай, бля. Это пиздец. Он, сука, иногда не это, не поворачивается с ним. Пиздец, нахуй. И пошли по делу. Попал за ним, черепашки. По идее, я, наверное, убежать отсюда должен. У меня по-другому. Я не помню, какую кнопку мне нужна. Shift вроде. О, бля. А, бля. У меня получилось. А, бля. Цена же. Вот ты заебал меня хватать, сука. Хе, зассал, ссыкич. Ой, блядь. Да не, все тут понятно. Нормальная катсцена. Мужик посмотрел. Ускорили. Достанули, так сказать. Гоняки. Расскажи, что ты задумал. Я выполнил свою задачу. Братство уже сильно, и моя смерть не остановит его работу. Что за братство? Аль-Муэлим не единственный, у кого есть планы на святую землю. Это все, что ты от меня узнаешь. Тогда мы закончили. Моги давно оставили. Молись своим богатым. Давно оставили тех мужчин и женщин, что я брал себе. Ты рановато начал говорить, парень. А что ты говоришь? Нищие, шлюхи, наркоманы, прокаженные. Хорошие из них выйдут рабы. Да им не выполнить самую простую работу. Я не продавал, а спасал их. А ты уничтожил нас, потому что тебе так приказали. Нет, ты наживался на войне, на поломанных жизнях. Да, ты так думаешь, закосневший в невежестве отгородил свое сознание от всего происходящего, да? Говорят, в этом вы мастера. Ты видишь в этом некую иронию? Нет, пока нет. Но увидишь. А эти перышком холодильник. Все, потом, блядь. Да ты в ебу же, блядь. Сука, какие досталучие, а? Дур-ду-рун, блядь. Сука, приколы. Дур-ду-рун, блядь. Схватите его, схватите! Он не уйдет. Ни минуту покоишь, что-то. Вороб сразу, помоги его, так сказать. Туалетка по шее провел, ну да. Лучи этому в другом месте. Я ни в чем не виноват. Зачем ты это делаешь? Поехал в игру. Всем спасибо за просмотр, на трансляцию. На помощь! Помогите что-нибудь! Все нахуй, я устал на сегодня. Всем спасибо, что вы посетили. В следующий раз будут страшилки на ночь. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok.